иншалла а если папа денег не даст и его все-таки арестуют за воровство ведь всего же на всех не хватает русскую функции ограничены что иншалла хотел бы ты переехать из россии жить кроме цели не отроне ты по методички я бы не хотел переехать почему все хорошо у меня я подожди опубликую опубликовал раз к мне действительно интересно я когда встречаю молодежь я задаю простые вопросы вообще ничего сложного хочешь ли выехать или не хочешь если хочешь почему не хотели не хочешь то почему тебя все устраивает на меня хорошо как ты видишь свое будущее в россии лет через там 5-10 вот просто интересно какое будущее у русской молодежи как ты себя видишь ну смотри у меня будет квартира до москве свой бизнес а если папа денег не даст и его все-таки арестуют за воровство как в принципе и должно было что мы придут и думаешь да про ну конечно откуда у тебя будут деньги в москве на квартиру смысле может я учусь не думал не подожди у тебя сейчас откуда деньги папа кем работает где деньги воруют но это не твое дело уже ну где-то же в итоге же вы его скорее всего посадят ведь всего же на всех не хватает всех много всего мало папа подвинут их что ты будешь делать этого станков на поле боя поэтому так мало до воруйте откуда не хватает тебя интересует танки на поле боя что ты нервничаешь ты успокойся чего ты такой нервный а на кого ты учишься ты студент на кого ты учишься нет я 10 класс 10 информационно-технологическим информационно-технологически какие есть информационные технологии у россии полно все что есть в мире у нас есть россии развивает скажи пожалуйста смотри на пульсе который вот я хочу пойти на факультет послушать интересно куда я хочу пойти да кто у меня будет деньги вот можно пойти и смотри допустим сделать айти безопасно для больших крупных корпораций их уплатить очень хорошие деньги смотри вот в настоящий момент времени вот ты сейчас находишься в комнате вокруг него много разных вещей и технологий которые использовались для производства всего на свете включая информационные технологии посмотри вокруг себя вот сейчас прям в данный момент и скажи что из этого русское что использовалось русского для производства всего включая все информационные технологии которые вокруг тебя сейчас так но ты понимаешь ты понимаешь что что есть компании которые не русского не русского производства но заводы которые сайт россии и техника поставляется российская это понимаешь почти вся техника основа допустим может быть компания снова швейцария но это же не швейцария производит эту технику подожди смотри айфоны ну я конечно айфоны айфон их не производят в техасе понимаешь но это не означает айфон это американская компания но их производит китай но это не означает что это технология китайская техна меня значит не означает их собирает китай нет их производит полностью китай на каких технологиях на каких чипах я не вспомню то что это рекоменда компания ну типа айфон это компания призвана в америке но их производит все автоматизировано ты хочешь там момент америка вообще никакую роль не играет я с тобой не спорю я пытаюсь тебе объяснить чтобы ты со мной оперировал одним и тем же понятием технология понимаешь что насчет слово технология нужно такой технологии это понимает какой-то грубо говоря вещь которые произвели и запонизировали под свое имя не технологии это не вещь не ну это технология это грубо говоря ну это можно назвать вещь ну хорошо посмотри вот рядом с тобой манекен и куртка но манекены вот с самого начала начиная с химической промышленности науки которая придумала вот курточка даже наука которая придумала это станки на которых это все произведено но если в этом что-то русскую год да я не знаю честно не интересовался какая разница как это влияет на моя я как раз к этому виду но это очень интересно вот перед тобой комп он до операционная система винда стоит до винда вот смотри обычная винда такая же как у тебя и у меня у меня тоже винда у меня не манну на что в этом компе русского откуда маша там произвелось я с тобой не спорю про то что там я тебя спрашиваю какое будущее у россии какие информационные технологии могут быть у россии если в самом компе ничего русского нет хорошо смотри у россии есть ресурсы а за ресурсы листья может покупать технологии понимаешь да это ты абсолютно прав я с тобой праве говорю абсолютно совершенно тогда зачем тебе быть технологом если технологии нет если листарам нужно понимаешь что технология не приватизируется но подожди у нас же с 3 apple это американская контора 0 по нас в россии тоже есть я и она развивается людей прекрасно что вне зависимо от и функции сам вас развивают а также выêtли к смыслу что ты понимаешь есть техподдержка есть офиса который производит обеспечение программа обеспечения российских телефонов потому что там я америка этим не занимается допустим если у нас у нас же новая операционная система в россии на айфоне потому что у нас не работает допустим а вот а новых телефонах на четырнадцатых айфонов нет недоступны функций которые доступны допустим если телефон купить в америке но у меня 15 айфон и не работа есть недоступные функции которые доступны по всему миру но недоступные в россии и поэтому российская техподдержка это обслуживает правильно какие ты делаешь это же не обслуживает и ты из этого делаешь выводы ну ты нет ну ты у меня спросил понять нет технологии эти привел факт проекту правильно подожди в айфонах которые продаются в россии используются в россии функции ограничены причем русские что обеспечивать новый айос подожди чтобы обеспечивать новый айос нужно проектировать эти функции правильно какие которые недоступны нужно их обеспечен нет ну и которые недоступны без не можешь зачем обеспечивать которые недоступны нет ты же не можешь выпустить один айос в россии и в америке не понял тебя сейчас что ты имеешь ввиду смотри вот в америке у тебя телефон там обеспечения чуть-чуть шире чем россии правильно ну то что больше функций доступно до функций для русских отрезали скале это нельзя вам это нельзя и это нельзя вы не можете пользоваться ну так причем здесь русские технологии и ты думаешь то что вот выпуская новое программное обеспечение айос они проектируют это под россию или это россия сама это делать что нет но ты говоришь то что россии обрезали ну они обрезали сказали в россии географически то тебе недоступны вот эти функции ну и смотри apple выпуская новое программное обеспечение выпуская новые функции какие-либо они сами обрезают россии функции или россия сама вот в россии ты вот сидишь и делаешь программное обеспечение есть допустим какое-то постановление от apple у нас поспе есть центр русские разрабатывают отдельные я не так не считаю но смотри у тебя есть исходная функция айоса да дается исходная функция и чтобы потом развивать программное обеспечение ты хочешь это америка развивает вот это ограничено печенье которые дают россии да конечно а при чем есть русский чему-то а по-то чего а для чего тогда для чего эту сотрудничество россии почему нас есть apple центре в москве вдаль чего в чем заключается сотрудничество в россии как ты видишь слово я понимаю то я не могу потратить сотрудничество это когда но что-то кто-то кому-то и в ответ что же что-то кому-то и тогда они сотрудничать в чем сотрудничества apple не раз на не так они могут просто продавать и поставив санкции любые другие магазины которые доступны в россии просто прийти по другим брендам и просто продавать но до чего у нас нет это не понял допустим нас россии у нас россии есть бренды которые ушли из россии да но они продаются по другим названием их бренды те бренды которые ушли из россии те компании когда они продаются по другим названием их завозят не верым импортом то есть ну там я не знаю образно я кто у вас закрылся я не знаю там zara какая-нибудь у вас закрылась там например я не знаю но мы не важно и она не продает свою продукцию в россии блин но это же означает что кто-то купил там привез сюда и продал какое сотрудничество apple в россии с россией они просто продают свои телефоны и все никакого сотрудничества нет и теоретически быть не может то есть он правильно верно сказал россия производит добывает ресурсы не производит добывает произвели когда-то давно там динозавры продает нефть и газ за границу за эти деньги собственно покупает айфоны в любом случае нефть и деньги остаются там за границей собственно все какие технологии зачем надо нефтью газом заниматься вот это точно будут деньги но если папу посадят раньше за воровство шансов никаких шо там лапин выборчився и я насколько понимаю нет хуже того можно было бы конечно легко прогнозировать переход на какие-то дополнительные оскорбления называя людей зрителей сектой лугандонами ну короче офицер куда туда в самое дно очень неадекватное поведение явно можно к сожалению вычеркивать из списка когда-то был в списке адекватных людей потому что аргументированного ответа нет причем я я задал вопрос простого характера я написал в в телеграме у себя у меня осталось в принципе буквально несколько вопросов такого как это сказать вот сейчас пролистаю на еду не сложного характера совершенно совершенно не сложного просто открываешь википедию начинаешь читать задается себе в голове вопросы и начинаю задавать эти вопросы самому игорю где у меня где-то тут где-то у меня было вот 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 тут вот есть кстати если вы не видели не охота пересматривать целый стрим мне прошлый я в телеграме выставил там есть просто 40 минут на чем на чем не менее пишет чатик плевать и вин на андрея хотела цифакт в принципе это не играет какой-то большой роли кто на кого хотел плевать главное не плевать на репутацию на слова на подтверждение на обвинение и на угрозы понимаете а то что там друг на друга кто-то там будет плевать это вообще собственно все равно на дикой штука я залез в википедию открытая информация не уточнял ни у кого нигде ни с кем не консультировался хотя и возможности такие есть но тем не менее просто посмотрел получается что игорь во время службы советской армии давал присягу на верность союзу советских социалистических республик до последнего дыхания бит быть преданным своей советской родине и советскому правительству это факт он служил советской армии давал присягу потом я посмотрел где он учился это открытая информация открытая информация абсолютно открытая он в девяносто втором году напомнить для тех кто может быть не в курсе союз советских социалистических республик который надо было защищать до последнего дыхания согласно присяге развалился за год там еще там ну почти то за два до этого и в девяносто втором году уже были созданы вооруженные силы российской федерации и люди давали присягу на верность российской федерации он окончил поступил 88 а в девяносто втором году окончил курганское высшее военно-политическое авиационное училище сегодня этот институт называется курганский пограничный институт фсб россии он так называется супер чатик спасибо большое ну это это институт фсб россии такое у него название соответственно раньше он был высшее военно-политическое авиационное училище я за вопрос я не знаю у меня нет информации хотя эту информацию проверить в принципе и найти не так уж и сложно прям ну я не думаю что это прям какие-то огромные сложности тем более с ним училась большая кость людей там высшее политическое училище представьте военные сколько там училась людей на курсах в группах они же давали там присягу на верность российской федерации уже в девяносто втором году переприсягали я спрашиваю простой вопрос задал публично игорь ты давал присягу на верность российской федерации мужественно защищать конституционный строй россии народ и отечество или не давал вопрос на самом деле простой ну и в это время в момент учебы вступал ли ты в ряды в коммунистической партии или не вступал если вступал то писал заявление потом на выход и когда в каком году ты вышел из партии если вступал если не вступал к не вступал и ничего сложного моих вопросах нет но это короче это секта это ты поливаешь грязью офицера это ты задаешь такие провокационные вопросы в луган长 и дуэрсу у и все так бы это неадекватное поведение на эти вопросы можно ответить очень легко до присягу давал вместе со всеми присягал наверное ссср присягал наверное с россией потом присягал наверности о украине народу украины но когда окей вопросов нет как бы понятно или непонятно в ряды кпсс вступала не вступал скажи да был коммунистом нет не был коммунистом ну типа если был коммунистом в вышел что я такого сложные такие просто сложно задаю просто это просто мне интересно я людям говорю поинтересуйтесь у игоря ответами на эти простые вопросы ну пусть даст ответ что сложного ну возможно я исходя из ответов результатов ответов сделать это свои определенные выводы возможно их озвучен это же факты факты биографии ну . был членом кпсс коммунистом был не был коммунистам я дедушка был коммунистом восемьдесят шестом году вышел из партии кинул им портбилет обмотюкал их всех я знает на его дедушку хорошо хоть только обматюкал и все он мог там им в стол перевернуть кирам сказал что они все короче предатели вот это все горощих же была у бала ваша короче видите вы кирам все кинул importбилет вселение пишите он сказал пишите за меня сами никаких не копейки больше не взносов ничего все короче вы все предатели про знаете до чего страну давили вся коем с d produced партия это короче негодяй вот так скажем и все ну так тоже бывает я слышал эту историю от него лично поэтому но сложные вопросы нет я заходил на стрим смотрел оскорбление вызывательство боты вы боты скажите вы члены секты я считаю что нельзя так не культурно общаться с людьми со зрителями называть зрителей членами секты куда не сектанты какие-то как будто бы зрители это какие-то больные на голову люди без причинно-следственных связей без понимания адекватности и без понимания фактологии какой-то типа как будто бы вы а этот вам воду заряжаю знаете кашпировский нашу за бред все кто вчера задавала неприемные пытания обзевав сектор и лугандонами но во-первых в очередной раз бы хотел сказать хотел бы сказать слушайте ребята мой псевдоним андрей луганский по понятным причинам я из луганска но в этом не такого ничего нет сверхъестественно почему ты выбрал такой псевдоним догадайтесь почему я выбрал себе такой псевдоним но мне так кажется это вполне логично и в чем там нет владимир даль тот самый автор словаря он же был псевдонимом казак луганский ну то есть это логично вполне ничего оригинального в моем псевдониме нет но его искажать луганск на лугандон на лугандонию вот это вот при этом утверждать что необходимо объединение нации и объединение людей вне зависимости от их географической местонахождение и месторождение что типа так это получается вооруженные силы украины воюют с лугандонами или против лугандонии или ну что это означает что это за освобождение луганска от чего здравого смысла ну вы что ну ребята но это нелогично так нельзя вооруженные силы украины я ее официальные представители офицеры высшая каста на сегодняшний день по всем параметрам страны наибольшее доверие и уважение со стороны всех жителей украины что с лугандоны как что лугандоник это в чем так нельзя и люди которые смотрят стримы люди которые пишут комментарии их так оскорблять я думаю что это не честно так нельзя украина цепише политика обговоре из есть майбутне повернение украинских беженцев то есть это украинские власти украинские дипломаты уже начинают давить с заявлениями от украинской стороны это уже истнует певный тыс к счету посылания майбутных майбутных правил для повердения людей то есть это не только заявление просто лещенко это уже вот там не про не прямые дипломатические переговоры официальных делегаций а вот это вот дипломатия когда слушайте но вы там это прекращайте им там помогать давайте возвращайте назад наших крепостных что это такое какая политика понятно же сегодня в информационном поле просто уже рвется информационное поле его практически сегодня нет сплошная агрессия люди разделились от политиков от действующих каких-то лидеров общественных честного мнения от депутатов от всех что делать с уклонистами как их сегодня наказывать сплошные конкурсы все говорят просто об только об этом все обсуждают что делать с теми кто уехал какие-то общественные споры дискуссии какие предложения у властей но власть что предлагает такое ощущение типа стравливают пока людей люди просто дерутся уже в комментариях соцсетях это все выплескивается пока еще есть возможность только в соцсетях те кто уехал и те кто остался те кто остался ненавидят тех кто уехал это вызывает обратную ненависть действие равно противодействует третий закон ньютона начинает работать здесь в информационном поле жестко а вы сука уклонисты а вы короче на фронтнике и она и понеслась и все это таким мол не летают люди уже дерутся просто в соцсетях нет какой-то аргументации нет каких-то вот я вашу точку зрения уважаю но посмотрите обратите внимание этот нет типа ты я тебя вас таких вот так а политика какая властей что предлагает зеленский какие планы у правительства никаких и видимо зеленский исходя из его новогоднего обращения когда он говорит что на перед нами стоит выбор быть гражданином или беженцем тоже так считает ну то есть он участвует травле как опять же если бы это было травля ну там на меня одного ну или там конкретно вас вот вас зритель но возможно страна бы с этим справилась как-то периодически буллинг возникает плохо но периодически возникает если это касательно одного человека может просто исчезнуть из информационного поля ну и как-то она все плавно уйдет но речь идет по сотни тысяч людей про миллионы людей и речь идет сегодня про разделение общества на какие-то миллион таких миллион вот таких 3 миллиона вот таких и все туда вот все просто молнии летают люди друг друга в комментариях готовы поубивать просто к чему это приведет гениальность зеленского его команды она выражается всегда не в словах что он самый великий а в действиях берете подчеркивать и действия где моя любимая футболка а я же говорил к обмин ликвиду вафраду питприемцев при уредице было 5 квитня 22 руку и зеленский анонсуал в створ они рады спит рынке предприемства 23 сичня 24 руку у нас говорит куры дохнут нарисуйте на курятники зеленый треугольник ярко-зеленый нарисовал бы что продолжают дохнуть сотрите треугольник зареза рисуйте белый квадрат большой белый квадрат нарисуйте все зачеркнули что продолжают дохнуть рисуйте с такой фиолетовый круг круг окружность фиолетовый и заштрихуете его вот а вот так чтобы там были полоски что с курами пи все передохли жаль столько еще было хороших идей кстати идеи таких можно рожать каждый день все что по отменяли вернуть назад поворачиваю возвращаете все взад верните все взад что это что а зачем отменяли хорошо зачем вы ликвидировали может быть у вас а зачем вас возрождаете и и его для чего это что это так можно делать ежедневно это что за херня выяснилось что неожиданно исходя из последних событий и новостей в фейсбуке читаешь крупных бизнесменов и они пишут страна превращается в диктатуру мы не хотим вести здесь бизнес и у нас есть возможность вывести бизнес за границу потом все собираются собирают бизнес собирают правоохранителей собирают власти и говорят ребята вы знаете нам нужны ваши налоги так если вам нужны наши налоги так вы давайте как-то одну какой-то диалог что же у нас кошмарите если корову постоянно доить и не кормить от этого молока не прибавится ну тут вы правы давайте створим раду спитрым кипит прием где инвестиционные няни ваши вышел засмеетесь что ли что как будто бы в экономике такие какие же у нас еще есть идеи как на сэкономика будто бы такие все страны вокруг ребята мы это уже прошли давно еще в семидесятых годах в конце 60-х разрабатывали применяли различные методы в начале 70-х стало все понятно концу 90-х вообще есть чего отмет вот методичка открыл вот она но там же что написано самого начала то что никто читать не хочет про права людей про достоинство про верховенство права про справедливость про борьбу с коррупцией ой какая скучная книжка картинок нет дальше нет все нас такое не устраивает там все написано все ведущие развитые экономические в экономическом смысле высокоразвитые государства мира модель их экономического развития в принципе похоже с небольшими какими-то отличиями в зависимости от ментальности этих людей которые населяют эти страны что там такого сверхъестественного вы что вы смеетесь что ли если кошмарить предпринимателей оказывается предприниматели будут переносить свой бизнес за границу уезжать иммигрировать закрывать бизнес либо в самом простом случае прекратят выплачивать налоги внутри мы не знали об этом давайте посадим кого-то там десятилетней давности какой-то есть этот покошмарим его десятилетней давности дело откроем да был бы человек да статья найдется каждый понимает но ведь каждый предприниматель крупных сегодня крупный предприниматель страны каждый в свое время землю которую он арендовал и постройки которую сделал сделал это незаконно потому что в стране открывать крупный бизнес на законных основе было нельзя никогда с момента возникновения государства украины 91 года никогда как вы подключитесь к электричеству там же всегда взаимоисключающие правила есть пункт 17 дробь 6 запрещает подключение к высоковольтной линии или там просто 220 а пункт 17 дробь 10 разрешает и сидит дядька там это специально сделано специально сидит дядька на должности которую купил он заплатил взятку чтобы на этой должности сидеть и ждет пока к нему придет предприниматель с дай нам пожалуйста разрешение мы подключимся к электросети у нас тут сфера развлечений он говорит что вы ну смотрите пункт 17 воту дробь 2 drop 6 категорически запрещено ответ сушки ну как запрещено когда она во всем мире ну как это подождите нои то категорически и запрещено надо ждать если не понимаю что означает слова надо ждать что надо же не подождать а ждать ну дать надо ждать взятку дать на даже взятку дать даешь взятку один кой но согласно пункта 17 друг 10 конечно же мы вам конечно же моим сделаем такое разрешение в одессе в парке шевченко колесо от этого нет ни в парку да в шученко park шевченко час для папа паркишенка колесо hablение получили разрешение на размещении от торговой точки получили получили разрешение от горсовета поставить колесо получили все все по закону то есть но там дали взятку например но им как бы все равно разрешили все ты с этим разрешением идешь подключаешь колесо обозрение должно быть подключено к электросети что наверное вполне логично согласитесь как будет колесо вращаться если нет электричество а к электричеству его подключить нельзя почему 17 дробь 6 пункт мы не можем и получается что по документам колесо есть а к сети она не подключена но она-то как-то работает как же она работает догадайтесь а откуда же там электричество что же делают все кто должны проверять госнадзор охран труда и вот это вот вся пожарная инспекция и все эти вот инспекции они такие как это вы подключили электричество они как надо так и подключили знаете петру николаевича он в курсе ну что это вся страна весь бизнес связан со взятками так было устроено всегда можно любой бизнес за кошмарь аж бегом а с чего потом харчеваться будете но ним если вы бизнес будете кошмарить все трындец как только кого-то одного тронули где-то там все остальные горит началось вы понять дать я вам расскажу как платится в украине все это время все эти вот налоги может быть может быть для вас это будет какой-то там тайной но схем для того чтобы уменьшить выплаты налогов любой компании вот их просто ну вот вот столько это я имею ввиду книг или тетради с записью да то есть это не не по пунктам а вот вот столько толще чем конституция в тысячу раз каждый опытный бухгалтер главный бухгалтер знает как здесь сделать приход меньше там больше тут ндс занять там отменить там перед перевести там накладную эти наклонные по отменяли там договорились перед огонь короче все прибыли нет открываешь там в любой программу него же там 1с все чик 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 все ты рисуешь исходя из готовности предприятия владельца бизнеса заплатить какую-то сумму налогов которые он оговорил с налоговой или там с властями с учетом взяток которые он дает под это подгоняет бухгалтерии они в обратную сторону типа мы должны заплатить налогов миллион владелец бизнеса горит асхирали какой миллион ты шо рисуй 80 тысяч я больше не дам все в обратную сторону 80 тысяч все как четко и все звонит налоговая а заплатите пожалуйста хотя бы там 100 тысяч он говорит . 100 тысяч нахрена на кошмарите тогда почему в мдс по закрывали почему не проводится налоговые накладные почему закрылись но почему вот там вот застопресс все белое ладно в этом кита левые схемы всех если вы схему всех ладно вы там перекрыли левую схему но мы понимаем как ну там окей там где-то там в тихарях тут обналичивал что-то там ну понятно тут чего хорошо мы сейчас делаем они вручную разблокировали заплатил налогов и все как только начинает бизнес чувство себя хорошо в стране в порядок справедливость есть правительство президент работают ну как минимум не мешая или там на благо народу такой хорошо миллион сколько мы там должны миллион заплатить давайте платим 200 тысяч в этом месяце ну все такие смотри помогать надо как-то это все такое а мы в этом месте 200000 заплатим налоговой такой спасибо ой спасибо такие хорошие как только гайки прикручивается он такой как у меня убытки вообще какие и проверяем хоть аудит хоть что не балуйтесь с этим бизнесом потому что правила сегодня такие по правилам никто работать не хочешь только по договоренности правила для бизнеса как не были установлен так и до сих пор не услуги правилов нет правил нет правила не работают если бизнес не хочет платить налоги он их не будет платить и ничего с этим не сделаете ничего по документам все будет вот по белому шуток рыта